Популярность детского отдыха в лагерях Алтайского края растет, отметили на заседании правительства региона. Уже выкуплено свыше 14 тысяч путевок. Это на 35% больше по сравнению с этой же датой прошлого года. Еще более 25 тысяч забронированы. Контролировать детей будут более 2 тысяч вожатых. В целях обеспечения кадрового ресурса каждой организации мы учили замечания в 2023 году, где были проблемы с вожатыми. И в этом году наш Алтайский государственный педагогический университет будет обучать в школе подготовки вожатых 470 человек. В прошлом году их 130 только мы там получили. Почти в 100 лагерях будут организованы тематические смены, при том некоторые при содействии государственных органов. Например, где-то во время отдыха будут знакомить детей с деятельностью пожарных, полицейских и даже прокуроров. Впервые в крае пройдет всероссийская военно-историческая смена «Страна героев». В течение 14 дней будет реализована дополнительная общеразвивающая программа, содержащая модули «Военная история России», «Социальное проектирование». Такие курсы, как тематические направления «Защитники», «Хранители истории», «Медиа Победы», «Волонтеры Победы». Улучшился и инклюзивный отдых. В следующем году каждый регион получит лагерные квоты на детей с ОВЗ и инвалидностью. Поэтому в Алтайском крае проводится своеобразная проба пера. На поручение лагерям брать на все смены по несколько человек репетишек с ОВЗ, потому что СОВЗ это не несет такой серьезной нагрузки. Но можно попробовать привыкнуть к этому состоянию, нахождение репетишек с ОВЗ и инвалидов в обычных отрядах. Поддержку оказывают и родителям обычных школьников. С этого года увеличили компенсации за путевки практически до 13,5 тысяч рублей. А для многодетных семей, начиная с третьего и последующего ребенка, путевки и вовсе бесплатные. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.